У абитуриентов прошло последнее ЦТ по всемирной истории. Результаты некоторых предыдущих испытаний уже известны. Например, объявлены баллы по биологии. 39 человек показали максимальный результат. Резервные дни для сдачи тестов – 12, 14 и 16 числа. Но только для тех, кто не пришел в основной день по уважительной причине. Выдача сертификатов начнется 14 июля, а уже с 18-го все документы можно нести в вузы. Белтелерадиокомпания объявляет старт проекта «Фактор Бай». Второй сезон популярного вокального шоу выйдет в новом формате и с акцентом на своем. Звездные наставники и перспективные исполнители снова встретятся лицом к лицу на сцене. Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку. Подробности на сайте Медиахолдинга. Сегодня один из самых любимых праздников в народном календаре – Купалье. Исторически он связан с летним солнцестоянием и отмечается в ночь на 7 июля. Его широко отмечают по всей стране. В субботу у гостей примет Александрия. Главное событие – галоконцерт, артистов, эстрады и народных коллективов. Также в программе ярмарка и показ новых коллекций одежды белорусских брендов. В Бобруйском районе под косилку трактора попал ребенок. Известно, что вечером 5 июля 11-летний мальчик гулял вместе с друзьями вблизи деревни Долгий Клин. Они решили проверить, созрел ли горох на поле. Увидев машину, двое убежали, один решил спрятаться в посадке. В этот самый момент его и зацепило. Механизатор заметил это и вызвал скорую. Подростка доставили в больницу. На месте происшествия работает следственная группа. Сегодня по стране будет облачно с прояснениями. Между тем, активный циклон принесет ухудшение погодных условий. Интенсивные осадки. При грозах поднимется шквалистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В Бобруйске воздух прогреется до 27 градусов тепла.